Привет, Николай! Привет, Вячеслав! Здравия всем слушателям нашей аудиорассылки! Давайте разберемся с Библией! Мы продолжаем знакомство с Ветхозаветной частью Библии и напоминаем вам о том, что в прошлом восьмом выпуске мы практически закончили знакомство с Авраамом, с отцом почти всех народов на земле. Это незамысловатая шутка про отца всего на свете понравилась нам настолько, что мы, как благодарные потомки, но не Авраама, конечно, в двух словах напомним нашим слушателям содержание предыдущего выпуска. Мы узнали и крепко запомнили немного жутковатое напутствие невести Исаака. И довладеет твое потомство жилищами врагов твоих. Учитывая то, что это было сказано родственниками Авраама, а не его потомками, мы понимаем, что промыванию мозгов, привитию паразитического мировоззрения и образа жизни подвергались и другие представители славного избранного народа. Мы допускаем, что это напутствие, как, впрочем, и весь остальной текст Библии, являются просто-напросто инструкцией для узкого круга ограниченных людей по постепенному захвату власти на земле. Сегодня мы с вами быстренько пробежимся по главам с 25 по 26. Мы решили все-таки не увеличивать сильно время наших выпусков. На наш взгляд, то, что мы читаем, это очень сложная и непростая информация. Понять, осознать, что нас всю жизнь жестоко обманывали, это непросто. У некоторых людей эта информация выбивает жизненный фундамент из-под ног на долгие годы. Многие впадают в долгосрочную депрессию, другие, захваченные эмоциями, могут наделать кучу ненужных вещей и совершить кучу ошибок. А в этом деле эмоции – штука лишняя. Христианство – это на самом деле очень тяжелая тема. Но осознать – это нужно. Ибо без четкого и ясного осознания и понимания, что же это такое, на самом деле мы никак изменить к лучшему свою жизнь не сможем. Мы не хотим вас чрезмерно перегружать библейской информацией. Ее вполне можно найти самостоятельно. Мы же, чтобы увеличить именно полезную нагрузку выпуска, а также, отвечая на ваши просьбы, попросим Игнатия Тихоновича читать не все подряд, а ограничиваться только цитированием наиболее любопытных моментов. Ну вот, вводная часть закончена. Приступаем к разбору. Поехали. День жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеля, на поле Ефрона, сына Сахара, хитиянина, которая против Мамбрея, на поле и в пещере, которая Авраам приобрела сынов хеттовых». В 25 главе «Жития преподобного Авраама» заканчивается количеством прожитых дней, равных 175 летам. Вот так. И в главные герои выходит славный отпрыск Авраама Исаак Абрамович и его бесплодная жена Ревека. Да-да, вы не ослышались. Это недословное повторение истории про Авраама и бесплодную Сару. Просто как-то вот так получалось, что или у писателей была проблема с нормальным сценарием, и поэтому они гоняли тему бесплодия по кругу, или все-таки большинство библейских женщин были на самом деле нездоровы и массово страдали этим страшным недугом. Скорее всего, умение создавать проблемы с женским чревом Иегова использовала в воспитательных целях, в качестве необходимой пакости своему народу. И, в принципе, у конкретного исполнителя воли Господней сразу же появлялся неплохой стимул родить за дело Господне. Вот и в этом случае пара очень усердно молилась, постилась и слушала радио Разбюш. Пардон, это не из этой песни. Наконец, не прошло каких-то двадцати лет, как предупредительный и уступчивый Иегова смилостивился, и Ревека зачла. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и защела Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматы, и нарекли ему имя Исау. Потом вышел брат его держать рукой и своей запятой Исаава, и наречено им имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Двое пацанов уже в утробе матери затеяли драку за первородство. По поводу своей нелегкой беременности Ревека из-за отсутствия в ту пору женских консультаций ходила в вопросительную Господа. Благо она была недалеча, иначе чего бы в Библии был применен глагол «пошла». Господь отвлекся от дел своих господских, и Рутина сообщил, что в очреве у нее два будущих предка двух разных народов, ну, как обычно. Причем, цитата, «больший будет служить меньшему». Скорее всего, всемогущая еще посоветовала Ревеки не париться, и та родила двоих близнецов. Старший, не похожий на младшего близнец, был косматый красный, его назвали Исаав. Младший, не похожий на старшего близнец, на вид был относительно нормальным, и его решили назвать Иаков. Как уже заметили наши слушатели по Библии, они были в жизни друг на друга не похожи, потому и назывались близнецами. Вполне логично. Детишки-близнецы по внешности и по поведению разительно отличались друг от друга. Один Исаав, Эй Исаав, занимался делом, звероловством. У другого кроткого Иакова, Якова, дело было тоже. Он жил в шатрах. Род занятий не уточнен. Между близнецами произошла достаточно интересная, на наш взгляд, история. Давайте послушаем его вместе. Прошу вас, Игнатий Тихонович. Дети выросли, и стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дища его была по вкусу его. А Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, а сего дано ему прозвище едом. Но Иаков сказал Исааву, продай мне теперь же свое первородство. Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал Исаав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исааву хлеба и кушанье из щечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исаав первородство. Интересно получается, пока старший брат работал, младший, по Библии кроткий весь такой, распланировал, как отобрать первородство у старшего брата, и с блеском осуществил свой план. Что ж такая кротость-то по-библейски? Явно не то, чему нас учили. Так вот, этот кроткий иудей, воспользовавшись усталостью и голодом брата, за миску чечевицы, вынудил старшего брата отречься от первородства, да еще и поклясся в честности отречения. Смотрите, что получается. Брат, который был охотником, видимо, был так затюкан своей семейкой, что даже изловив добычу, боялся ее съесть самостоятельно. Он был не просто голоден, а очень голоден. На предложение Акова продать первородство и поклясться, он отвечает, цитата, «Я умираю, что мне в этом первородстве». Неплохо, да? Давайте поразмышляем. Что в этой притче есть такого, ради чего она писалась? На что стоило бы обратить внимание будущим рабам Божьим? Разве можно на самом деле купить то самое первородство? Ведь факт того, что Исаф родился первым, от того, что он его продал, никуда не делся. Тут пока мало информации, но, скорее всего, поучительная фраза «Пренебрег Исаф первородством» должна будет сказать особо тупым то же самое. Ведь первородство – это такая штука, которая на самом деле не продается и не покупается. Скорее всего, это предостережение будущим покупателям первородства, чтобы не попадали в ту же ловушку, что и Исаф. Это рассказ назидание о том, что продать дуракам то, чего продать нельзя, в принципе, можно, но с непредсказуемыми для дураков последствиями. Это указание будущим поколениям и персонажам вроде Иакова, разбогатевшим и ставшему власти. Ведь, получив богатство и власть, некоторые из таких Иаковов могут решить, что теперь они самые главные перцы. Они могут начать считать, что могут творить что хочешь, потому как уже поймали бога – застегно. Они могут перестать платить десяти, но они могут перестать чтить господа, то есть рабским им повиноваться. Для них уважение и к первородному дяде может стать пустым звуком. А это уже опасно. Ага. Вот чтобы этого и не произошло, такой пример, скорее всего, в книжке написан. Тем более, что первородные практически всегда в тени, а вот пиарить приходится чудиков типа Иаковых, и у тех периодически от такой звездности подтекает крыша на предмет собственной значимости. Вот чтобы это не произошло, в книжке и написано, что такое бездумие очень дорого может обойтись. Поэтому этот сюжет можно считать заблаговременным щелчком по носу таким первородным от левитов, чтобы знали свое место, сверчки. А пока мы только начали сюжета, Иаков явно не продешевил, чувствуется дедушкиной повадки. Впрочем, имя Иакова значит тот, который запнул, что переводится как обманул, солгал. А он, по-видимому, вполне заслужил свое имя, ибо, как мы видим, он действительно запнул Исава. Далее Библия повествует о нелегкой кочевой жизни папы Исаака. Она почти точь-в-точь похожа на приключения папы Авраама, поэтому читать мы ее полностью не станем. Заметим только, что Иегова внимательно следит за странствиями своего подопечного. Он ему всячески помогает, в частности, советует, куда ему идти кочевать. При этом не забывает напоминать насчет умножения потомства его, благословления всех народов, семени его и прочих будущих наградах. Короче, регулярно капает на мозги. И все это якобы за то, что Авраам соблюдал все, что было заповедано Иеговой. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Странно, может мы что упустили? Но до сих пор мы не видели никаких его законов и уставов, кроме закона обрезания. Может и были еще какие-то, да только в христианские ветхие заветы они не вошли? Вполне возможно. Ведь секретили же библиописцы тот факт, что у Иеговы, кроме Авраама, отца Исаака, была масса других подопечных, в том числе и поважнее пророка и праведника Авраама. А теперь мы узнаем, что были такие уставы с законами, по которым Иеговская агентурная сеть работала еще до дедушки Моисея. Ай да библиописцы, ай да проказники. Игнатий Тихонович, мы ничего не перепутали, процитируйте, если не трудно. Бытие, 26 глава. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаакка в Эмилеху, сарю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Нет, какая все-таки подлость. Да посмотри, Николай, чему они на самом деле придают такие поэтические эпитеты. Умножу потомство, как звезды небесные, и все народы в семени твоем благословятся. Вот тут я не понял. Чего тут непонятного? Позже мы прочитаем, что при захвате городов и селения всех жителей нужно истреблять и старых, и малых, а оставлять нужно лишь девственниц, мужчин, не познавших. Как тебе термин к такому делу? В семени твоем благословятся. Да, Вячеслав, мне иногда так не хочется читать эту книгу. Просто противно. Я понимаю тебя, Николай, ведь теперь мы в Библии видим сами то, что однажды подонок Гарольд Розенталь, ассистент сенатора штата Нью-Йорк Якова Джавица, миллиардера и еврея по национальности, сказал, пьяно ухмыляясь в глаза журналисту Уолтеру Уайту, если не евреи оглянутся на историю и извлекут уроки, то они с отращением выбросят перо и со страстью взметнут меч. История написана кровью, а не чернилами. Да, Вячеслав, история небогоизбранных народов это история их постоянного геноцида богоизбранными. Именно здесь в Библии мы будем узнавать об этом тоже. Я хочу помолчать немного, отдать память нашим предкам, которые погибли, защищая своих жен и дочерей, дабы не благословились те всеми немерзавцев. Глава 26. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, что жена моя, чтобы не убили меня, думал он. Жители места всего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. И призвал Авимилех Исаака и сказал, вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимилех сказал ему, что это ты сделал с нами, едва один из народа моего не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. Вообще, глава 26, это тоже кладезь библейской мудрости. Во-первых, пока главные герои, невероятные долгожители Божии, рождаются, живут века, стареют, умирают, пока эти самые века проносятся мимо, возникают новые великие народы, исчезают в поле времен страны и континенты, где-то в далеком Гераре живет и опоживает простой царек Авимилех. Пережив Авраама, лично знакомый с мамой Исаака Сарой, Авимилех, скорее всего, не знает, что выпала честь его имени быть сохраненным в века, а делам его служить примером, как правильно поступать с представителями богоизбранного народца. Его пример по смелой задумке библибистов должны перенять все неиудеи. Но эта прекрасная сюжетная линия в голову неудеев никак залезать без огня и серы не желала. Вот странно-то, да? Даш, а так все прекрасно получалось. Пришел богоизбранный, так отдай ему все и иди себе куда-нибудь. Тихо, мирно, замечательно, но несчастье ли это? Ладно, так вот, живет себе царь Авимилех и не подозревает даже, что в городе такие высокие гости. Царю никто не доложил о таком счастье, но царь, видать, все-таки не прост был. Не зря столько лет землю каптил и в один, судьбоносный для своего царства момент взял и подошел так и к окну. Этот героический поступок царя спас жизнь и ему самому и многим его подданным. Исаак всех уже успел оповестить, что Ревека и его сестра и жители города, как обычные, нормальные люди сразу вожелали по привычке познать сестру Исаака и по укоренившейся уже традиции так же страстно почему-то захотели Исаака убить. Древние люди, что с них возьмешь? Новый Милех, может, к окнам подходил нечасто, а может, и не привык как-то, что под его окнами пастухи с сестрами играют. Тем не менее, выглянул и увидел, как прям под его царским окном Исаак играет со своей сестрой в очень интересную игру. Средь бела дня на глазах у всех. Может, специально подзадоривал, но Новый Милех был тертый калач. На заезженную басню Исаака, что эта жена не жена, а сестра, не повелся. Опыт общения с Иговой и иудейскими сестрами уже имел. А поэтому шутку видели эта жена моя сестра, которую Исаак наверняка научил папа Авраам, воспринял адекватно. Может, совсем с небольшим нервным тиком. Вспомнив, как бог чужеземца нагнал в прошлый раз на него страху, а на его рабынь бесплодие. Также, ценив прошлое, немалые материальные убытки о встрече с бандой родственников Исаака. А Вимилех поспешил объявить эту семейную пару авантюристов неприкосновенной по страхам смерти и выдал им вид на жительство. Судя по всему, дедушка Авраам официально завещал продажу своих жен царям, как кошерный и всячески одобренный способ зарабатывания денег для партии и себя любимых. А чтобы окончательно и бесповоротно не портить биографию всеобщего про отца, библиописцы мимоходом сообщают, что Исаак-то был не только кочевником, но и знатным пустынным хлеборобом. У него, оказывается, было множество пахотных земель, он по-стахановски собирал с них стократный урожай ячменя. Да, уважаемые слушатели, вы не ослышались. Дальше нам просто скромно сообщают, что цитата «стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Бедный, бедный, безымянный царей филистимлян. Сколько же вас пострадало от гастролирующей по всему Ближнему Востоку парочки авантюристов? Видимо, немало, поскольку богатство Исаака стало настолько велико, что филистимляне, исходя от черной зависти, стали засыпать колодцы, вырытые еще Аврамом, так сказать, стараясь отгородиться, создать санитарную зону на всякий случай между собой и женой Исаака. И в конечном счете выдворили его вон со своей земли. Таки да, вот он первый еврейский погром. А подопечные Иеговы сегодня запнули, в смысле обманули, не только своих братьев, но и почти весь мир. Например, только одна афера с Холокостом уже стоила европейским странам многие десятки миллионов евро. Смотрите книгу Юргена Графа «Миф о Холокосте» и книгу Эрнеста Цунделя «Шесть миллионов потерянные найдены». Интересных авторов ты упомянул. Миллионы слов были сказаны и напечатаны о шести миллионах в течение двух судебных процессов в Канаде над Эрнстом Цунделем, издателем этой книги. Еврейское лобби подало на него в суд по статье 13 века, чтобы принудить его к молчанию. Это очень, очень важные книги. Их обязательно стоит прочитать, потому как цена их выхода полито таким количеством крови, что можно удивляться, как все-таки удалось их издать. Правда продолжает пробиваться наружу. А насколько я помню, Цунделя все-таки арестовали в США под надумным предлогом, потом перевезли в Канаду, где без суда бросили в тюрьму в одиночку на два года. А потом экстрадили в Германию, где осудили за выражение сомнений по поводу Холокоста и где он до сей поры находится в тюрьме. Да, Николаев, все до демократической Германии за последние 12 лет свыше внимания 100 тысяч людей были осуждены за подобные преступные мысли. Подробности изложены в статье Ингрид Сундель «Американские нары». Как ты думаешь, Николай? Борьба, которую некоторые люди ведут за правду, будет оценена потомками. Обязательно должна быть оценена, Вячеслав. Но пока в головах у людей христианская мораль, то лучшие люди нашей планеты будут гибнуть, а христиане попивать кровь Христову и молиться. Лишь бы с ними лично ничего, не дай Боже, не случилось. Мы же читаем Ветхий Завет дальше. Главным событием 27 главы, безусловно, является получение Якова обманным путем отцовского благословения, предназначавшегося его старшему брату Исаву. Давайте послушаем эту поучительную историю. Бытие, глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Исаак сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготови мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, что благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготови мне кушанье, я поем, и благословлю тебя перед лицом Господнем перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушай со слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Яков сказала Ревекке матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, стать, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшие у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Якова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Якову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал Отец мой тот сказал Вот я Кто ты, сын мой? Яков сказал отцу своему Я Исав первенец твой Я взял, как ты сказал мне Встань сядь и поешь дичи моей, что ублагословила меня душа твоя. Смотрите, инициатива по осуществлению этой аферы исходила от их матери Ревекки. Чем здесь фишка? Спросите вы. Что такого необычного давало отцовское благословение? Ответ на этот вопрос ясно виден из текста самого благословления. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Власть благословение давало старшему сыну или тому, кто его получит тем или иным способом неограниченную власть в своем племени. Вот откуда взялась мамочкина инициатива. Пока глава семьи дышал на ладан, Ревека решила прибрать к рукам командование хозяйством, а заодно дать хороший пример регулирования семейных отношений будущим поколениям. Да, это блестящий пример самого известного принципа разделяй и властвуй. Сначала нам его демонстрируют на каине Авеле, затем был Измаил с Исааком, а теперь пришел черед Исаава и Иакова. Из этой милой миниатюры теперь становится уже совершенно ясно, что иудеям стараются внушить, что совершенно не важно, как взята власть, законно или незаконно. Как говорится, тот, кто женщину ужинает, тот ее и танцует или в другой формулировке победителей не судит. Вот еще один подтекст этого эпизода. Исаак Абрамович пытается купить первородство, Ревека использует для этого же обман и подлог. Теперь наши слушатели должны сами понять, что в обычной библейской семье такие интриги обычное дело, потому как первородному все, остальным ничего. Поэтому получение статуса первородного во что бы это ни стало, это еще и вопрос бытового выживания. А теперь пусть наши слушатели вспомнят многочисленные примеры этой библейской морали из недавнего прошлого якобы просвещенной Европы. Первый сын первенец, в Европе ему доставалось абсолютно все. Младшие не получали совсем ничего и вынуждены были осваивать роли странствующих рыцарей, вечно нуждающихся, вечно стремящихся присоединиться к какому-нибудь военному походу. Где младшему-то еще брать замки из состояний рабов? Только в военных походах, разоряя чужие страны, свои нельзя, там первородные. Вот вам еще одна причина возникновения войн и военных походов. Все происходит почти автоматически, достаточно только свернуть людям мозги на бекре. И русам пытались это вбить в головы. В дворянских семьях так это и было. Это только крестьяне всем миром ставили одному избы, каким бы по счету он в семье не был. А там, где голубая кровь, все первенцу. Чуете, откуда это пахнет и кто за этим стоит? И хотя русская элита последних веков эта тема отдельная, там все не так просто и не так по-библейски, как в Европе, наши слушатели уже понимают, что в реальности все разговоры о легитимности, честности и порядочности пустое, настолько пустое, что что-то хорошее и рядом не стояло. Но тут мы решили сказать вам еще одну штуку по поводу сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия и стечения особо тяжелых обстоятельств. Давай, Вячеслав. Давай, Николай. Посмотрите 179-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Что уж тут говорить о божественной справедливости? Это их всеблагой господь одобряет обман и несправедливость. Это их господь к нам никакого отношения не имеет. А это значит, что для тех, кто считает космического бандита Иеговы богом, более того, светлым, этот эпизод прямое руководство к действию. Обманывайте, захватывайте власть, делайте это если не силой, так хитростью. Но даже наш несовершенный земной гражданский кодекс однозначно утверждает, что сделка, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств является недействительной. Поэтому сегодня мы с Николаем отменяем библейскую мораль и религию христианства вообще. Мы отменяем ее как религию, навязанную русом через смерть, кровь, обман и предательство. Иудаизм и христианство это стопроцентное односторонняя сделка, совершенная с применением обмана, насилия и еще при стечении очень тяжелых обстоятельств. Надеемся, что нашему примеру скоро последуют официальные органы, и эта гадость юда-христианства исчезнет из земли русской. На сегодня у нас продолжение приключений непохожих друг на друга близнецов вы услышите в следующем выпуске. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова